Да, запись пошла, да? Я включил. Так, значит, у нас сегодня защита диссертации на свискание степени кандидата не химических, а почему тут написано? Это шпаргал. Да, химических наук, да, Татьяна Владимировна Федотова. Так, значит, форум у нас с вами есть, да, вот, поэтому, значит, предлагаю начать, начать, значит, заседание. И слово председатель Владимира Матвеевича, учебного секретаря. Коллеги, в диссертационный совет 1.4.4.0.0.3, в ФЭФМ 1.4.4.0.0.3 поступили документы Федотовой Татьяны Владимировны. Документы по составу и содержанию полностью соответствуют положению МФТИ, поэтому мы можем продолжать работу. Понятно. То есть вы не оглашаете конкретных сведений, да, где-то, да, чего-то. Все сверили, да? Хорошо. Значит, так, хотя бы, наверное, вам начать. Словно, пожалуйста, начинайте. Уважаемые члены диссертационного совета, к вашему вниманию предоставляется работа, посвященная молекулярной фотонике, полиэтиле-поксителе и комплексовскому арбитурию. Работа была выполнена в Центре фотохимии РАД. Молекулярная фотоника – это современная область физической химии, в которой рассматриваются фотофизические, излучательные и безлучательные, и, как правило, первичные фотохимические реакции в органических соединениях. Одним из классов органических соединений являются полиметиновые красители. Полиметины получили широкое применение в различных областях, в том числе в процессах регуляции информации. Особенностью полиметинов является их способность к образованию агрегатов и, в том числе, эти меры в воде. Другой важной особенностью полиметинов является их способность к комплексу образования с различными ферритантами, одним из которых является культуратория. В цели настоящей работы явилось изучение молекулярных фотоника полиметинов в десантиминах и комплексах с фурботерированной воде. В рамках данной цели были поставлены и решены следующие задачи. Исследуют специальные ин兄 fikское свойства гемеров и колиметинов в красителе в диакционинах и комплексах с фурботерированной воде. Исследуют специальные туnteические свойства полиметинов и крость на 들 PVC станили в комплексах с фурботерированной воде. Исследовать межмолекулярных? Присутствие экзогенных аксессоров электронных аспекта. Работа является экспериментальным исследованием и состоит из следующих разделов. Ветоскопия поглощения, люминиссция, треплетное состояние, треплет-выцветные переносные аспекты, фото-переносные электроны. Исследования проводили методами спектроскопии поглощения тканей, спектросклорометии и лазерной генетической спектроскопии. На слайде приведена принципиальная схема установки нанисекундного лазерного фатолиза, основным элементом которого является твердотельный яг-лазер, длиной волны излучения 532 нм, энергии до 100 нитров и едино-тиннистримпульсы 10 нс. Для регистрации времен разрешенных спектров поглощения использовали зондирующий источник, синоновую гуговую лампу, просвечивающую к ветру к облучаемым лазером раствором. Для регистрации спектральных изменений использовали двойной монохроматор, фотоэлектронный множитель и ацполограф. Спектральные изменения регистрировались в инноварии от 360 до 800 нм. На защиту выносится следующее положение. Полиметинные красители образуют димерные комплексы с турботелемами состава 2,1 и 2,2. Особенностью димерных комплексов полиметинов является наличие флористенции и замедленной флористенции, а в некоторых случаях подсористенции водных растворов и комнатной фильтраты, а также высокий квантовый выход в интерпределительной конверсии в предметном состоянии и значительное время жизни молекулы в предметном состоянии. Без красителей ангулянного строения, построенные на основе полиметинов, присутствуют в растворах в виде двух форм – зимерной и монолепной. Обе формы образуют комплексы с турботелемами. Обнаружен триплет-реплетный перенос энергию с участием димеров и димерных комплексов полиметинов с турботелемами, выступающих как в качестве доноров, так и в качестве аксессоров триплетной энергии. Действительность переноса снижается с присутствием с турботелем. Обнаружен фото перенос электронных с участием триплетных состояний димеров и димерных комплексов полиметинов с турботелемами, а также комплексы димерных форм без красителей с турботелемами. В качестве объектов исследования использовали полиметиновые красители, анионные и петионные структуры которых указаны на слайде, с различными заместителями полиметиновой цепи и гетеротеклических остатков, приведенными в таблице. Также на слайде указаны структурные формы действия акробационина фанагулярного строения, построенные на основе полиметинов с длиной полиметиленной цепи, соединяющей части молекулы равной 3, 4 и 6 ТАЖ2 группам. Также на слайде приведены объемные структуры пакурбитурилов и глипурильный фрагмент, являющийся составной частью пакурбитурилов. В таблице приведены основные характеристики ковитанта. На первом этапе исследовали спектры поглощения полиметинов и комплексов в растворах. На рисунке приведены спектры поглощения полиметинового красителя в воде и метаноле. Видно, что спектры поглощения в воде, спектры 2 и 3, измеренные при различных концентрациях красителя, в отличие от спектра в метаноле, спектр 1, характеризуются наличием двух полок поглощения, обусловленные наличием в растворах димеров и мономеров красителя, присутствующих в равновесии. Длинноволновая полоса поглощения при 550 мм относится к мономерам красителя, тогда как коротковолновая полоса поглощения при 500 мм относится к димерам. Спектр поглощения димеров также характеризуется наличием двух полосок, кривая 4, при 500 и 580 мм. Данные полосы обусловлены наличием расщепления синглетно-возбужденного уровня при димеризации. На слайде справа представлены диаграммы уровней мономера и уровней расщепленных водовозбужденных. Величина расщепления зависит от величин и взаимного расположения дипольных моментов перехода мономера в димере. Для исследуемых полиметинных красителей расположение дипольных моментов перехода является параллельным со смещением, а величина расщепления составляет несколько тысяч обратных сантиметров. На следующем слайде приведены спектры поглощения полиметина. В отсутствии кривая 1 и в присутствии кривая 2 у фурбитурила, с которым краситель образует димерный комплекс включения достава 2-2. Для димерных комплексов характерно увеличение поглощения при 520 нм. обусловлено увеличением концентрации димерных комплексов красителя, для которых также имеет место давыдовское расщепление, представленное на вставке. На следующем этапе исследовали люминесценцию полиметинов и их комплексов. На слайде представлены спектры флуоресценции и возбуждения флуоресценции полиметинового красителя. Флуоресценция относится к мономерам красителя, тогда как димеры не флуоресуются. Вместе с тем флуоресценция димеров проявляется в присутствии у фурбитурила. На рисунке А приведены спектры флуоресценции мономера красителя в воде, это спектр 1, и спектр флуоресценции димерных комплексов, спектр 2. Широкий спектр флуоресценции 2 обусловлен наложением мономерной флуоресценции при 570-580 мм на флуоресценции димерных комплексов. Плечо при 640-650 мм относится к колебательной структуре. Таким образом, наличие флуоресценции димерных комплексов способствует разгоранию флуоресценции димерных комплексов. Также в работе была зарегистрирована термически активированная замедленная флуоресценция димерных комплексов, спектр которой представлен на рисунке Б. Также стоит отметить, что в работе не была зарегистрирована анниграционная замедленная флуоресценция ввиду малой концентрации красителя в триплетном состоянии. Также стоит отметить, что помимо равновесия мономер-димер, для полиметиновых красителей имеет место равновесие между транс- и цис-изомерами. Особенностью димерных комплексов, составленных из цис-изомеров, является наличие в растворах не только замедленной флуоресценции, но и фосфоресценции в воде при комплексе метрозы. На следующем этапе исследовали триплетные состояния полиметиновых красителей и их комплексов. На слайде представлены разность инспектов поглощения бисклорозного раствора красителя в воде, измеренных через различные промежутки времени после лазерного облучения, указанные в рамках. Спектр характеризуется наличием положительных и отрицательных максимумов. Отрицательные максимумы при 500 и 550 мм относятся к выцветанию красителя в результате объединения основных уровней мономеров и димеров. Положительный максимум при 535 мм относится к... А также широкая полоса при 600-700 мм относится к триплет-реплетному поглощению димеров красителя. Подобные разностные спектры поглощения были измерены для димерных комплексов красителя с кукурбитурилом. В рамках также указаны времена проведения измерений. На вставке представлена кинетическая кривая дезактивации триплетного состояния димерного комплекса. Для комплексов характерно увеличение времени жизни в триплетном состоянии, увеличение выхода в триплетном состоянии. Дезактивация триплетного состояния обусловлена совокупностью процессов интерконбинационной деградации в основное состояние и интерконбинационной конвертии в тенглетно-возбужденное состояние с последующей замедленной флуоресценцией. Максимум спектра триплетного поглощения при 550 и 660 мм относится также к триплетному поглощению димерных комплексов. Стоит отметить, что наличие спектра ТТ-поглощения как димерных комплексов, так и димеров двух полот не может быть обусловлено расщеплением триплетного уровня, как это было в случае с 7-летно-возбужденным уровнем при димеризации, поскольку в данном случае за величину расщепления отвечают обменные взаимодействия, составляющие 10 обратных сантиметров. На следующем этапе исследовали триплетный перенос энергии с участием полимитинов и комплексов с сухорбитерием. Измерения проводили как по замедленной флуоресценции и флуоресценции, так и по триплетному поглощению. На слайде в качестве иллюстрации приведен перенос энергии с димеров красителя, полимитинов красителя, на мономер. Кинетическая кривая 1 отражает уменьшение концентрации димеров донора при сутке акцептора. В то же время участок АБ на кривой 2 отражает заселение триплетного уровня акцептора энергии при триплет-триплетном переносе в реальном масштабе времени. Триплет-триплетный перенос энергии с димерных комплексов исследовали по замедленной флуоресценции и флуоресценции. На рисунке А видно, что при добавлении акцептора энергии наблюдается уменьшение интенсивности замедленной флуоресценции с одновременным сокращением времени в жизни замедленной флуоресценции. Триплет-триплетный перенос энергии характеризуется эффективностью переноса альфа, которая зависит от констанции скорости переноса, от концентрации акцептора и от времени жизни молекул донора в отсутствие акцептора в триплетном состоянии. На слайде также представлена схема переноса триплетной энергии и зависимость эффективности альфа от концентрации акцептора для димерного комплекса красителя с флорбитурией. Видно, что при условии, когда скорость дезактивации триплетного состояния в отсутствие акцептора много меньше, чем скорость переноса энергии, эффективность переноса становится максимальной. На следующем слайде представлены значения константа скорости переноса энергии для следующих систем. Димер донора – мономер акцептора, димерный комплекс донора – мономер акцептора и димерный комплекс донора – димерный комплекс акцептора. Видно, что для последней системы константа скорости переноса имеет минимальное значение, тогда как для системы димер-мономер значение константа, наоборот, максимальное. Что говорит нам о негативном влиянии скорбитурила на эффективность переноса энергии за счет влияния скорбитурила на экранирование граничных молекулярных провиталий донора и акцентра энергии. На заключительном этапе исследовали фото-переносы электрона с димерных комплексов. На рисунке А приведены кинетические кривые дезактивации в предметном состоянии комплекса в отсутствие первой кривой и в присутствии второй кривой акцентра электрона пара нитроацетофенона. Видно, что в присутствии акцентра наблюдается сокращение времени жизни при предметном состоянии димерных комплексов в результате фото-переноса электрона с образованием три кисионно-радикала комплекса. Кинетическая кривая, показывающая образование данного радикального продукта, показана на рисунке В. Данная кинетическая кривая состоит из трех участков. Участок КБ соответствует быстрому за время менее 100 на секунд увеличению поглощения в результате предметного поглощения димерного комплекса. Участок БЦ отражает относительно медленную, за время 50 мкс, увеличение поглощения три кисионно-радикала димерного комплекса в результате фото-переноса электронов. Участок СД отвечает медленному, за время более 200 мкс, медленной гибели данного радикального продукта. На вставке рисунка Б представлены спектры, время разрешенные спектры поглощения данного радикального продукта с максимумом 3,460 мм. Таким образом, в работе впервые показан фото-перенос электрона с димерных комплексов. Фото-перенос электрона с димерных комплексов в триплетном состоянии на мономерный комплекс акцептора геологена в основном в 2-х телном состоянии также был показан в работе. Из-за рисунка, представленного на слайде, видно, что при фото-переносе электрона наблюдается сокращение времени жизни молекул димерных комплексов в триплетном состоянии, это кривая 1. Также увеличение выхода трикотиона радикала кривая 2 и также возникновение трикотиона радикала мономерного комплекса трансмилдиалогена с кухар-батурилом. Помимо димеров в воде, образованных за счет гидрофобных взаимодействий, в работе исследовали также дискрасители, построенные на основе полиметин. На слайде приведены спектры поглощения дискрасителя в метаноле и в воде. Видно, что в растворителях спектры поглощения дискрасителя характеризуются наличием двух полос. Красковолновая полоса при 500 мм относится к димерной форме дискрасителя. Тогда к димерной форме дискрасителя хромофоры данной формы взаимодействуют друг с другом подобно мономерам в димерах полиметинах. Длинноволновая полоса поглощения в 550 мм относится к мономерной форме дискрасителя, хромофоры которого изолированы друг от друга и не взаимодействуют подобно мономерам полиметинах. Далее на данном слайде представлены спектры поглощения дискрасителя в воде, в отсутствие первого спектра и в присутствии второй спектра по курбитурилам. Видно, что при добавлении курбитурилам происходит смещение максимума как разковолновой, так и длинноволновой полос поглощения. Что говорит о взаимодействии как мономерной, так и димерной формы дискрасителя с курбитурилом. На рисунке А представлены спектры флуоресценции и возбуждение флуоресценции дискрасителя в воде. Флуоресценция относится к мономерной форме. Также была впервые зарегистрирована термически активированная замедленная флуоресценция дискрасителей, спектры которой представлены на рисунке Б. Замедленная флуоресценция относится к димерной форме красителя. Вместе с тем флуоресценция димерной формы не наблюдалась в работе за счет маскирования интенсивной флуоресценции мономерной формы. И на следующем сайте на рисунке А представлены спектры флуоресценции, это спектр 1 и 2, и возбуждение флуоресценции 3 и 4, димерный и мономерный комплекс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... не помнится. Поэтому... Хорошо, я потом поспорю. Что же вы в результате этого хотели узнать или еще... Вы поймите меня правильно. Я же этим не занимаюсь. Мне это интересно. В общем-то, что же вы хотели получить? Я бы даже, знаете, как бы развеснулся. Ну, в общем, я понимаю, на самом деле, о чем, значит, пытаются вас спросить. Потому что таких работ, особенно, значит, мы можем. Было сделано, да? Я бы даже... Это в том, да, да, да. Вот, нет, но дело даже в другом. Я думаю, что Александр Снастенко мог, что подразумевал по этому. Вот вы провели эти исследования. Вот в результате исследования что-то такое вы обнаружили, что было неожиданно, что... Вы же вот так все изложено, как и должно было быть? Да, это все бумажно. Сели в автомобиль, включили зажигание и поехали. И все. Ничего не... Вот что-то новое такое было все. И... А за чудо следует и своя постановка вопросов. Да, если это что-то есть, тогда нам даже объяснить, почему это так, в общем, ожидали это получение. Ну, да, да. На самом деле, неожиданным для нас являлось обнаружение замедленной флористенции и флористенции при комнате в температуре в растворах. Такое, ну, особенно для комплексов, ранее не было показано. И вот такие результаты, такие, такая способность данных комплексов, она раскрывает различные возможности для использования в качестве сенсибилизатора, в качестве объектов. Ну, я бы даже не совсем бы спросил, что замедленная флористенция, это, ну, давно уже это известно, и все это есть. Почему это неожиданно? Обычные замороженные флористенции получаются. Да, ну, как, за флористенция, замедленная? Да, не, ну, что. Вот флористенция, это еще, тут вопрос был бы, значит, почему вы в париковой температуре видите флористенцию, с какими, кстати, временами жизни? Времена жизни от одной до трех миллисекунд. Миллисекунд, да. То есть, насчет замедленных флористенций, а что есть такое? Ну, хорошо, я согласна, замедленная флористенция не совсем, но вот флористенция, ну, ладно, хорошо, но вопрос-то остается, да. То есть, что еще? Некое замечание по докладу, вот я говорю, я как бы, хоть и на третьей защите, где Кукук-Бетруил у меня рассказывает уже, да, но тем не менее, я же не занимаюсь этим. Вот у вас вообще отсутствует, что до вас было сделано, да, ну, как-то, вот, то ли вы первые вообще все это начали делать, да, то ли все, что до вас сделало, это все неправильно было, то есть, вот если бы вы это рассказали, может быть, мы и цель бы работы, как бы, сами по себе выяснили. То есть, это было больше уделить теме как литературному обзору? Это тема, которую мы собираемся изучить. Да, еще есть. Да, вот вы, как само собой разумеющийся, вот коротковолновые, это демеры, там поглощения, а там длинноволновые, мономеры, да, это вот на основании каких знаний, сведений, расчетов, вот откуда это берется? Это известно из литературных данных, полиметин и красители, вообще говоря, хорошо изучены именно в воде, в других раствориях, в органических раствориях, они изучены, а именно с кукурбитурилом мы вот решили изучать в таком случае. А так, да, то, что соотнесение полок было сделано в литературе. Юрий Петрович, у вас есть? Ну, у меня такой простой вопрос, смотрите, вы изучаете полиметин, ничего? Все? Да. Вы изучаете полиметиновые красители, которые у вас в растворе демеризориста. Вот, я не очень понимаю, а сколько же там все-таки вот в этой системе демер-мономер, есть демеров, есть мономеров, один процент демера или сто процентов. И как на это равновесие демер-мономер, то есть, во-первых, в каком диапазоне это равновесие? И как влияет кукурбитурил вот на эти равновесия для обычных полиметинных раздателей и песок? Для тех, кто просит демер-мономер учащих, для эффекционных просмотров, воде, консентрация демеров неверка. При увеличении консентрации можно получить суббитры. При этом можно добавить в демер-мономер суббитры. и добавляем суббитры. И просто демер-мономер добавление суббитров. Демер-мономер добавление суббитров. Восьмое демер-мономер демер-мономер способствует реализации образования для демер-мономер десять процентов поскольку. демер-мономер демер-мономер суббитров. Демер-мономер не считаем, что будет полезно. Да. Ну, вот я не знаю. Вот Александр Сергеевич там у нас на связи есть. Он большой специалист по красителям и полиметинам. Он тоже у него масса работ на это есть. Александр Сергеевич, может, вы зададите какие-нибудь вопросы? Ну я просто хотел бы спросить, мы много работаем действительно с пагнитиновыми красителями и стараемся в общем работать с мономерами, поскольку мономеры имеют высокий коэффициент экстинкции, другие преимущества, реминисценция хорошая и все такое. Вот мы считали, что вообще агрегация это плохо, а здесь получается, что агрегация это что хорошо для них, для их использования? Для наших целей агрегация в частности, это хорошо, потому что одним из методов улучшения у нас был 11 секундный лазер-пухотолец и есть возможность с его помощью изучать триклетные состояния, а мономеры, как известно, имеют невысокий выбор триклетных состояния в отличие от земель. Поэтому да, мы старались получить площадь меров и в том числе за счет комплекса образования. Ну ведь там же ведь очень сильно зависит от природа растворителя, от демеризации. Конечно. Ну же он в полярных, да, получается, демеризации. Да, в полярных, в воде в частности. В воде, прежде всего. А в органике никаких демеров? В органике никаких демеров. Александр Сергеевич, удовлетворены вопросы, ответы? Ну вот, пойдем, да. Ну вот, Владимир Александрович, он больше радиохимик, чем фотохимик. Владимир Александрович, у вас нет там вопросов? Нет, нет там вопросов. Знаете, у меня есть вопрос. Я там, значит, в общем, не радиохимик, а радиационный химик, то есть отболись как фотохимии. Действительно. А вопрос у меня вот какой. Значит, скажите, пожалуйста, вот вы говорите довольно подробно о том, что происходит, значит, допустим, при демеризации голубой сдвиг, спектр поглощения. А что происходит с интенсивностью? И насколько это вообще серьезный эффект? И можно ли это как-то хотя бы качественно интерпретировать с точки зрения изменения силы осциллятора? Поглощения. Поглощения. Конечно. Про поглощения. Да, речь идет про поглощения. Что у вас происходит, вы у вас есть 2 экспектора поглощения при образовании демера. А что с интенсивностью, если нам идет? По сравнению с мономером. Если говорить про мономеры, допустим, демеризации, правильно правильно? Ну, коэффициент экстинкции, вообще говоря, надо говорить. Я поняла. Меняется не сильно. Нет, вопрос о мономер-демер. Демер? Да, да. Демер по сравнению с мономером. Да. У вас не слышно. Интенсивность, это ни при чем. Вас спрашивают про коэффициент экстинкции. Как меняется коэффициент экстинкции? Мономерные полосы? Демерные. Да, я поняла. Да, да. Ну, то есть, то, что при мономеризации происходит изменение коэффициента экстинкции. Ну, происходит оно или нет? Честно говоря, мы не мерили, но ожидается, что коэффициент экстинкции из этих мерок, конечно, меняется. Я просто видел там диссертации, эти картинки по концентрационным зависимостям, да? И отсюда же можно получить и константу равновесия, а уже отсюда получить и коэффициент экстинкции, да? Ну, константа равновесия, вот я буду еще на этот вопрос отвечать, то что мы строгие не давали цифры, потому, ну, условия эксперимента. Ну, вот Юрий Викторович, то есть, задавал вопрос насчет соотношения демеров, то есть, он, собственно говоря, про константу равновесия, мы как-то очень ловко ушли от этого вопроса, так сказать. Я могу оценочные данные привести, но, к сожалению, их нельзя как бы публиковать и так далее, потому что мы считали константы по уменьшению интенсивности флуоресценции мономеров. Но дело в том, что у нас сами комплексы образуются не из мономеров и мономерных комплексов, а дальше демерных комплексов, а из демеров, а демеры не флуоресцируют. Поэтому там разделить, на самом деле, и посчитать константы... Нет, демеры не флуоресцируют, но полоса поглощения-то есть? У вас есть зависимость, эффективность для мономеров. Они же куда-то исчезают? Ну да, мономеры переходят в демеры, демеры... Да у вас же там, ну да, у вас же там прямо изобистическая точка есть, там видно, это самая простая задача. Ну, в общем, простая задача, мы ее не стали решать, поскольку основной целью было изучение фотоники комплексов, а не вычисления константы. Ну да, вот я хотел бы добавить, вот там что спросил Владимир Александрович, все-таки, а вот чисто, об этом, это же очень много этим занимались, знают. Вообще, чисто теоретически, вообще, как должна меняться коэффициент экстинции, переход демер на мономер, эти полосы? Чисто теоретически, они должны были бы увеличиваться, увеличивать силу асталярных, правильно? То есть, коэффициент экстинции в демере должен быть, ну, я понимаю, там же две молекулы, да? Я не знаю, вот, может, Владимир Александрович что-то другое имел в виду, когда задавал такой вопрос? Микрофон включите, Владимир Александрович, микрофон выключим. И согласуется ли это с измерениями коэффициента экстинции, которые действительно из константы равновесия можно? Ну, я понял, что этот вопрос специально не изучался, я понял, вот этот вопрос. Так, еще есть вопросы? Слайд 17, покажите, пожалуйста. Да, вот там, где справа участок D, это там прямая или это такая экспонента? Ну, да, вы говорили, там время, сколько вы говорили уже? Микросекунд. Микросекунд. А тут у нас сколько? Или миллисекунд. Какое каркартерное время-то здесь? Каркаркартерное время жизни. Микросекунд. Сотни миллисекунд. Вот здесь 2 на 10 миллисекунд. Ага. На нулевом Дельта будет или все-таки нет? Или там есть какая-то химия? Нет, это процесс... Совершенно равновесный. Да. Радикалы могут с чем-то там взаимодействовать, чтобы получиться другое соединение, которого не было изначально. Тогда Дельта у вас в ноль не выйдет. Вы выходите в ноль, да? Можно было, конечно, провести более долгую развертку, чтобы показать именно время. Знаете, ну, я уж какой-то совсем простой могу сказать замечание. Ну, вообще-то говоря, нас всегда учили, да, что когда мы говорим про там какие-то задухания процессов в зимнее время, да, и говорим, что там экспоненты с каким-то временем, но, понимаете, это требует всегда, как минимум, надо, чтобы два-три порядка уж как-то было в изменении, чтобы говорить вообще, что это за кривая. На этом, вот на таком, когда у вас тут в два раза изменилось... Ну, на данном сайте важно именно образование. Какая-то образование, а не гибели. Я поняла. Да, тут все, что... Вон Юрий Викторович спрашивает, куда выходит. Это совершенно закономерный вопрос нужно. Когда в кинетике, это вопрос, то есть, это просто неправильно, когда вы показали, вот чуть-чуть что-то изменилось, это... Да, это... Совсем не так. Да. Игорь Михайлович, я так понимаю, что вы не фотохимик живософии. Нет. И у вас нет, наверное, фотохимик вопросов. Да, хорошо. Я думаю, что это вопрос. Но это не потому, что вы не имеете права. Нет, я могу задать вопросы, которые... У вас лазер был с какой частотой повторительной работы? 10 натосекунды, 100 миллиардов, а как часто работают? Раз в секунду или 100 Гц? Какой частотой работают? В каком смысле, раз в секунду, это импульсный, один импульс. У них один импульс. У вас есть импульс? Нет, нет, у них нет. Нет, нет. Есть импульсы периодически, у вас были однократные. У вас был однократный импульс. Повторение с какой частотой вы делали? С частотой в секунду. В секунду. Один в секунду. А? От руки. От руки. Ну, однократный вопрос. Да, тут никакого строения. У вас еще был слайд 14, по-моему, про тушение. 14. Так. О, 14. Сейчас, сейчас, сейчас. У вас кинетика тушения. А за счет чего у вас тушения было? За счет реплет-реплетного переноса энергии. Это столкновение? А, диффузионные процессы, да. Ну, сейчас. С комплексов примитивных красителей. Это все-таки без всяких кукурбил-турилов. Нет, это комплекс кукурбил-турилов. Состава 2 к 2. На мономер. Переносистая энергия. Понимаете, как это дело? Я вот хотел со мной пока, сейчас могу задать вопрос. Знаете, вот ничего нет у вас ни в одном, ни слайде, ни разговоров. Структура. Как это все выглядит, по-своему, реально? Вот комплексом 2 к 2, 2 к 2. Нет, есть. Как это все выглядит вообще? С структурами? Чтобы сопоставить. Да. Дело в том, что это... Предполагаю, ну, тут можно сейчас теоретики рассчитывать. А вот там какие-то... Ну, там какой-то рисунок совсем... А, вот это... Это расчет, но он произведен в соседней другой лаборатории. Коллега. Вот это первый краситель и второй. Сделай, это мономер, да? Нет, это тоже генерный комплекс. Не только мономер, а это есть... Это... Это из двух мономеров. А вот тут что ли бис, что ли? Это не бис, это первый и второй краситель, могу доверстить. В общем, это... Ну, там какие-то вот слова... Димер из мономера. Я, может, неправильно понял, какие слова там говорите о переносах энергии димер на мономер, на димер. Да, с димера на мономер. А где тут помещаться могут и димер, и мономер сразу? Это не внутрикомплексный перенос. А как? А внешний. Ну, с экзогенными донорами акцептов. То есть, они подходят друг к другу таким же образом. То есть, он не... Не плинивает зиму. И происходит перенос. Ну, тогда вот непонятно, я забыл, Сергей Александрович сказал, вот это комплексы эти все образуются, выглядит диффузионно. Или это они какой-то, какой-то диффузионный. Или они уже, так сказать, за счет кубертилов, да, что они, это уже там никаких диффузионных процессов нет. Процессы, как от переноса электрона, так и переноса энергии, происходит между двумя молекулами и молекулами данной системы. Мы считаем именно комплексом. То есть, комплекс с другой какой-то молекулой взаимодействует. Она где находится? И это какой-то там диффузионный процесс? У вас там какие-то концентрации, там, 10-5? А у вас нет там? Какие концентрации есть? То есть, его взбытки? 5 на 10 минус 5. У корбитуриловы взбытки в основном. Ну, кроме этого. Тогда надо, конечно, понимать, у вас есть ли какие-то условия, маномеры, не запятительные? Мы считаем, что нет. Опять же, по спектролинсцентру... Если нет, значит, у вас взаимодействие на какие-то инфекции есть молекулы, маномеры, сидящие тоже в инфекцию? Нет. В наших исследованиях были... Есть полиметины, которые комплексы образуют, инфекцию в инфекцию в инфекцию, образуют комплексы в инфекцию. А есть те, которые не проявляют взаимодействие в инфекцию. Это отдельно было известно, что данный краситель по спектрам поглощения никаких изменений нет ни по каким и другим данным. И мы считаем, что вот такой краситель, он именно маномерный, то есть маномер, не запомплексованный. И далее у нас есть донор, который в комплексе. И в таком случае мы считаем, что треноз происходит все в комплексе на чистое маномерное. Да, хорошо. Ну что, еще есть вопросы, да? У меня еще, знаете, какой вопрос? Вот там промеркнул такой разговор про то, что... Вы говорите про интерконверсию, да? Да. Вы говорите, в маномерии, значит, интерконверсия небольшая, а в димерии она большая. Да? Какое вообще расщепление в КСТ? В димерии, в маномерии? Расщепление? КСТ. А, КСТ. Ну, можно на самом деле посчитать, но... Между синглетом и возбужденным синглетом и третий. Если в нанометрах, то это порядка... Меньше сотни нанометров. Если переводить в обратную... Надо бы в энергию сказать, да, в электровых вольтах, да. Ну, потому что вы же говорите про замедленную флуоресценцию еще, да? И про температурную зависимость, да. Как это все... Значит, какое там... Это где происходит замедленное? В димерах или в маномерах? В димерах. В димерных комплексах. Так вот, меняется это КСТ, щелетно, так сказать, от... Между димерами и маномерами, или нет? Между... Сейчас попробую объяснить, что... Для синглетного состояния существует расщепление синглета возбужденного уровня на 2. А в триплетном состоянии, мономерная полоса, там тоже есть расщепление, но оно небольшое. Поэтому можно считать, что триплетный уровень мономеров и димеров совпадает. А при этом... Ну, я просто подвожу к тому уровню, о чем мы говорим, про синглет-триплетное расщепление. То есть, для мономера, который, допустим, уровень, в каком-то уровне лежит, триплет будет на одном уровне, а для димера чель будет меньше, потому что... Хорошо, давайте сравним. Давыдовское расщепление в мономере с синглет-триплетным. Что тут больше? Давыдовское расщепление больше, конечно, больше. Больше? Да. То есть, там очень маленькое, получается, синглет-триплетное расщепление? Ну, маленькое. Надо говорить, опять же, о значениях. Не, ну тогда я не пойму, почему в мономере, так сказать, маленькая, какая-то констанция? Потому что щель больше. Щель в мономере, если говорить о переходе с синглет-триплетным, больше. То есть, в мономеречке больше? Да. А с димера меньше за счет того, что триплетный уровень остается таким же, а синглет-триплетный опускает, синглет-триплетный опускает. Давыдовское расщепление больше, чем КСТ, да? Тут может все, чтобы... Ну, конечно, да. Как это все может быть? Ну, ладно, хорошо. Так, ну, есть ли вопросы? Есть, товарищи? Короткий вопрос. Чем? Ну, когда вот вы про электрон говорить, акцептор... Донор, понятно. Ну, когда вы это применительно к энергии, это сленг какой-то? Донор энергии, акцептор энергии, это... Если есть перенос энергии, то какая-то молекула является сенсибилизатором, то есть донором. Наверное, этот сленг, если так не порядок, мы привыкли именно к такому сленгу, если позвольте. Хорошо. Я согласна с тем, что сенсибилизатором называется вот было бы так. Ну, ладно, хорошо, давайте. Мы все равно я так больше не узнаем за такое время. Так, Юрий Андреевич, давайте мы огласим все заключения и отзывы. Так, начинаем. Заключение по содержанию диссертации Разумова Вадимира Федоровича, доктора физико-математических наук, члена-корреспондента Российской Академии наук, руководителя лаборатории фотоники квантово-размерных структур Московского физико-технического института. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. Имеются ли основания для утверждения, что димеры КР-1 составлены из транскрасителей, а в случае КР-3 в воде имеют место цис-димеры? Страница 71. Как меняется соотношение изомеров при добавлении кукур-бетурива? Второе. Чем обусловлено возникновение длинноволнового максимума в спектре замедленной флуоресценции димерного комплекса в присутствии КР-5 рисунок 51А, кривая 3? Является ли наличие второго максимума уникальным именно для данной системы донор-акцептор энергии? Указанное замечание не влияет на общую положительную оценку работы. Рассматриваемая работа является законченным научным исследованием, выполненным на высоком уровне. Диссертация Федотова удовлетворяет требованиям положения присуждения ученых степеней МФТИ, паспорту специальностей «Физическая химия». Заключение по содержанию диссертации Козюхина Сергея Александровича, доктора химических наук, профессора, руководителя кафедры физической химии и науки о материалах Московского физико-технического института. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна, выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. Автор в своем исследовании использовал достаточно много красителей с различными заместителями, как катионной природы с двумя разными анионами, так и анионные красители таблицы 2, страница 65. Однако из дальнейшего анализа экспериментальных результатов осталось непонятным, каким образом изменения в химическом составе красителей повлияли на изученные характеристики. С учетом того, что диссертация защищается по химическим наукам, некоторое игнорирование авторам химической стороны изучаемых объектов не представляется правильно. Второе. В разделе 3.1.1 диссертации при анализе спектров электронного поглощения, рисунок 23 и далее, желательно было провести фитинг экспериментальных спектров. В противном случае достаточно сложно оценить количество полос и положение их центров в суммарном спектре растворов красителей. Соответственно, дальнейшие выводы, например, о гипсохромном сдвиге страницы 72 и ряд других, выглядят спекулятивными. Третье. В работе показано, что для димеров и димерных комплексов имело место расщепление синглетно возбужденного уровня в результате димеризации. Имеет ли место подобное расщепление для димеров или димерной формы бисцианина? Четвертое. В работе имеет место упоминание об изменении спектров триплет-триплетного поглощения, о бескислорожных растворах, присутствии кислорода воздуха в результате тушения триплетных состояний. Зарегистрировано ли при этом образование синглетного кислорода? Пятое. В работе имеются опечатки и неточности. Общие характеристики диссертации. Диссертация является законченной научной работой, выполненной на высоком уровне. Диссертационная работа полностью удовлетворяет всем требованиям положения присуждения ученых степеней в МКТИ, а ее автор Федотова Татьяна Владимировна заслуживает присуждение степени кандидата химических наук по специальности физическая химия. Заключение по содержанию диссертации Фельдмана Владимира Исаевича, доктора химических наук, профессора Московского физико-технического института. Заключение отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота публикования результатов. Вопросы и замечания. Первое. В обзоре литературы не нашли отражения работы, посвященной комплексам фотохромных красителей с другими типами молекул-ковитандов, например, краун-эфиров, каликс-аренах и других. Второе. Определение максимумов оптического поглощения в спектрах вычитания, приведенных в работе, не представляется достаточно точным. Более того, в некоторых случаях, смотри, например, спектр 4 на рисунке 1 в Афтериферате, форма полосы, выделенная в результате вычитания, является сложной, негауссовой, что может свидетельствовать о ее составном характере. Возможно, было бы полезно использовать стандартную процедуру разбиения на гауссово-контуры при анализе. Третье. Возможно, в работе было бы полезно более широко использовать сравнение с данными квантохимических расчетов, если таковые имеются общие характеристики диссертации. Диссертация Федотовой Татьяны Владимировны является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на высоком уровне. Результаты работы обладают высокой теоретической и практической значимостью в области физической химии, фотохимии и фотофизики. Диссертация соответствует требованиям присуждения ученой степени кандидата наук в МФТИ и паспорту специальности 1.4.4 физической химии. Ее автор Федотова заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук. Заключение по содержанию диссертации Татякового Александра Сергеевича, доктора химических наук, ведущего научного сотрудника Института биохимической физики имени Эммануэля Российской Академии Наук. Заключение отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота публикования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. В литературном обзоре есть неудачные выражения и опечатки. Второе. Если рисунки в литературном обзоре целиком взяты из литературных источников, необходимо указывать ссылки на них. В подписях к рисункам, например, на рисунке 3, приведена схема, полностью взятая из обзора Фронткин-Катякова, без ссылки на него. Третье. Образование димеров полиметиновых красителей в водных растворах приписывается водородным связям, хотя обычно считается, что димеры полиметиновых красителей образуются главным образом за счет вандервальцевых и дисперсионных сил, в частности гидрофобных взаимодействий. Четвертое. На схеме рисунка 22, страница 58, приведены мономеры и димеры, анеонного полиметинового красителя. Вероятно, имеется в виду красители с двумя сульфогруппами. Об этом в схеме ее описания ничего не сказано. Пятая. Страница 67. Спектр поглощения димера красителя КР3 получается путем вычитания спектра мономера в метаноле и суммарного спектра мономера и димера в воде. Но спектр метаноле несколько смещен по отношению к спектру в воде. Логичнее было бы вычитать спектр в воде при сильном разбавлении, когда димеризацией можно пренебречь. Кроме того, при повышенных концентрациях красителя, помимо диверов, могут образовываться агрегаты более высокого порядка, что не учитывалось при вычитании. Шестое. Страница 71. Для мезо-алкиозамещенных 3-метинцианинов вообще характерно равновесие между цис- и трансизомерами. В полярных расставителях, в том числе в воде, оно сдвинуто в сторону цис-изомера, а в неполярных, например, в диоксане, в сторону транс-изомера. В литобзоре можно было бы рассмотреть причины такого сдвига. Седьмое. Страница 74-75. Доказан ли состав димерных комплексов 2КР, 2КБ, а не, допустим, 2КР, КБ. Восьмое. Страница 123. Схема, иллюстрируемая на рисунке 64, нуждается в более подробном рассмотрении. В частности, не переходил ли мономер красителя в триплетное состояние при фотовозбуждении? Не реагировал ли триплет димера с донором электрона? Данные замечания не снижают общей высокой оценки работы. Не подвергают сомнению корректность проведенных исследований и достоверно сделанных выводов. Диссертация Федотова Татьяны Владимировны является законченным научно-квалификационным трудом, выполненным на высоком уровне. Результаты работы обладают высокой теоретической и практической значимостью. В области физической химии диссертации соответствуют требованиям положения о присуждении ученых степеней в МФТИ и паспорту специальности 1.4.4 физическая химия. Ее автор Федотова заслуживает присуждение ученых степеней кандидатов химических наук. В заключении по содержанию диссертации Мартынова Александра Германовича, доктора химических наук, ведущего научного сотрудника Института физической химии и электрохимии имени Прункина Российской академии наук. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота публикования результата, вопросы и замечания, замечания к литературному обзору. В обзоре литературы можно было привести большее количество иллюстраций, наглядно представляющих объекты исследования, а также объясняющих результаты ранее проведенных исследований. Практически ни для одного из упомянутых в литературном обзоре красителей не представлены химические формулы. В подписях, представленным иллюстрациям, отсутствуют ссылки на оригинальные работы, замечания к экспериментальной части. Данный раздел написан исключительно лаконично, без указания экспериментальных подробностей, связанных, например, с подготовкой растворов и процедурами проведения тетрования. Например, неясно, как проводили тетрование растворов красителей с растворами КБ6 и КБ8, имеющих низкую растворимость в воде, согласно данным таблицы 1. Какие меры использовали для того, чтобы возможное выцветание красителей при продолжительном действии лазерного излучения не приводило к ошибкам? Замечания к обсуждению результатов. Использование метода Веста-Пирс Ресилк-109 позволило сделать вывод о равновесии мономер-димер в растворах полиметинов. На основании этого вывода автор мог бы использовать регистриционные методы для того, чтобы найти вид спектра мономера и димера, а не использовать вычитание спектра мономера и спектра смеси. Такое вычитание может приводить к появлению артефакта в виде дополнительных полос, которые автор интерпретирует как давыдовское расщепление. Однако такой вывод может быть некорректным, если вклад полосы мономера учтен неправильно. Использование современного программного обеспечения позволило более корректно описывать равновесие в системах мономер-димер-ковитан с определением констант равновесия, количества индивидуальных хромофоров и их спектров. Такое исследование позволило бы объяснить отсутствие изобистических точек на некоторых изображениях, например, рисунок 33-4А, наличием нескольких равновесий системы. В представленной версии диссертации эти вопросы обходят со стороной. Формулы комплексов Кукур-Бетурилова с полиметинами появляются практически в середине обсуждения результатов. Хотя бы более уместно представить такие данные в начале раздела. Следовало бы в явном виде привести литературные данные по исследованию строения таких комплексов, например, на основании данных спектроскопии ЯМЭР. Следует также отметить, что какие бы то ни было формулы ансамблей полностью отсутствуют в автореферате, что делает восприятие материала с химической точки зрения затруднительным. На большинстве рисунков отсутствуют подписи положения полос, тогда как в тексте эти полосы обсуждаются иногда излишне подробно. Более активное использование иллюстративного материала позволило бы сократить текст и облегчить восприятие огромного массива спектральных данных. Страница 89. Непонятно, откуда взяты константы, описывающие совокупность спектральных метических свойств красителей. Раздел 3.2.1. Непонятно, каким образом была получена система, в которой краситель КР-8 находится в виде димера, а КР-5 в виде мономера следовало привести спектр поглощения излучаемого раствора. Раздел 3.2.2. Непонятно, в чем заключается низкая фотоустойчивость комплекса КР-7 с антрацент, карбоновой кислотой. В целом, текст диссертации написан грамотным научным языком, но иногда встречаются стилистически неудачные фразы. Сформулированные вопросы предполагают дальнейшую дискуссию, замечания по оформлению носят частный характер, они снижают общего положительного впечатления от работы. Общая характеристика. Диссертационная работа Федотова представляет собой выполненное на высоком уровне законченное научное исследование, посвященное актуальным вопросам изучения мономерных и димерных полиметиновых красителей, а также их комплексов, включения скукур-битуриона. В работе получены фундаментальные результаты, представляющие несомненно интересы физической химии, супрамолекулярных соединений. Автор реферат полностью отражает содержание диссертации, диссертацию удовлетворяет требованиям положения присуждения ученых степеней в МФТИ, паспорту специальности 1.4.4 физическая химия. Заключение по содержанию диссертации Федорова Юрия Викторовича, доктора химических наук, ведущего научного сотрудника Института элемента органических соединений имени Несмеянова. Российская Академия Наук. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первые. В работе не определяли значение констант устойчивости комплексов красителей с кукур-битуриумами. Каким образом оценивалось содержание в растворах, содержащих красителей кукур-битуриумы, комплексов различной стихиометрии? Использовались ли независимые методы установления стихиометрии комплексов, например, масс-спектрометрия? Второе. На рисунке 24 в подписи указано на вставке методика определения константы демеризации. Однако из данного графика не ясно, в чем состоит методика определения. Непонятно также, на какой длине волны измерялась оптическая плотность. Третье. На вставках рисунка 23 и рисунка 29 приведены разностные спектры, полученные при вычитании суммарного спектра мономеров и демеров, спектра мономеров. В чем физический смысл спектров, полученных при вычитании двух нормированных спектров? В разностных спектрах на рисунке 23 и рисунке 29 в области примерно 560-580 нанометров на рисунке 23 и в области 540-565 нанометров на рисунке 29 при вычитании должны получиться отрицательные значения. Поясните, почему приведены положительные значения? Общая характеристика диссертации. Диссертация Федотова является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на высоком уровне. Результаты работы вносят заметный вклад в области молекулярной фотоники. Диссертация соответствует требованиям положения МФТИ и паспорту специальности 144 физической химии. Ее автор Федотова заслуживает присуждение ученой степени кандидата химических наук. Имеется также заключение организации, где была проведена апробация работы Московского физико-технического института. Заключение утвердено проректором по научной работе Багановым Виталием Анатольевичем. В заключении написано, что в период подготовки диссертации с 2019 года по настоящее время соискатель Федотова Татьяна Владимировна работала в Центре фотохимии в должности инженера-исследователя и младшего научного сотрудника. В 2019 году Федотова окончила МФТИ, в 2023 году окончила очную аспирантуру МФТИ. Научный руководитель, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук Чибисов Александр Константинович. Отмечается научная новизна работы, практическая ценность, достоверность результатов. Отмечается, что содержание диссертации соответствует паспорту специальности 144 физической химии. Апробация диссертации Федотовой Татьяны Владимировны рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата химических наук. Отзыв ведущей организации Федерального исследовательского центра химической физики имени Семенова Российской Академии наук. В отзыве отмечается научная новизна практической значимости результатов. В диссертационной работе есть замечания. Первое. В работе указано, что диметилсульфоксид использовали для приготовления растворов. В каком соотношении использовали данный растворитель? Влияет ли добавление ДМСО на равновесие мономер-димер красителей, как это учитывали в работе? Утверждается, что для димерных комплексов ПК и для БИС-цианинов была получена термически активированная замедленная флуоресценция. На каком основании наблюдаемое испускание было отнесено к замедленной флуоресценции, причем именно Е-типа, а не П-3? Одним из методов исследования в работе является наносекундный лазерный фотолиз, позволяющий исследовать продукты с временем жизни порядка микро- и миллисекунд. Какие новые знания возможно было получить, исследуя комплексы, например, в наносекундном диапазоне? Указанные вопросы и замечания носят рекомендательный характер. Автор реферат полностью и точно отражает содержание диссертации. Диссертация отвечает требованиям положения посуждения ученых степеней в МФТИ. Ее автор Федотова – присуждение ученой степени кандидата химических наук. Подписал Астафьев и у директора Фицхафе Чертович, исполняющий обязанности. Фицхафе. Фицхафе. Исполняющий обязанности Чертович. Имеется отзыв на диссертацию Мельникова Михаила Яковлевича, доктора химических наук, профессора, завкафедры Московского государственного университета имени Ломоносова. Нет, это отзывы на диссертацию. Два первых отзыва, которые обязаны представить. В отзыве отмечается актуальность, научная новизна, есть вопросы и замечания. Первое. Литобзор диссертационной работы избыточен. Второе. Автор пишет о том, что на основе димерных комплексов возможно создание фотоуправляемых супрамолекулярных машин. Это предположение нуждается в описании сравнительного функционала таких систем. В описании сравнительного функционала таких систем по сравнению с уже существующими. Каковы на сегодняшний день реальные возможности для формирования димерных комплексов ПК с кукурбитурилами, с наиболее выгодными для конкретных задач свойствами? Какие преграды, по мнению автора, можно встретить на этом пути? В работе содержится целый ряд технических погрешностей и неудачных формулировок. Заключение. Диссертационная работа Федотовой актуальна и логически завершена. Выводы диссертации соответствуют основным результатам исследований. Содержание автореферата полное и точно отражает содержание диссертации. Диссертационная работа соответствует по актуальности темы, объема выполненных исследований. Диссертационная работа полностью отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. А ее автор Федотова заслуживает присуждение искомой степени кандидата химических наук. Также имеется на диссертацию отзыв Буддыки Михаила Федоровича, доктора химических наук, главного научного сотрудника Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук. В отзыве Буддыки отмечается научная новизна, достоверность исследования по диссертации, имеется ряд замечаний и вопросов. Общее замечание по формированию диссертации имеется. Второе, имеется ряд несогласованных или неудачных фраз. Третье, имеется также ряд грамматических ошибок. Вопросы. Первое, для КР-3 коротковолновое поглощение на странице 68 относится к демеру, а на странице 72 к цис и замеру. Это разные полосы поглощения или одна и та же, и что характеризует это поглощение. На странице 121 утверждается, что демерный комплекс 2КР1-2КБ8 составлен из трансмономеров КР1, тогда как демерный комплекс 2КР3-2КБ8 составлен из цисмономеров КР3. Это предположение или доказано? Третье, на странице 122 отмечена меньшая эффективность фотоокисления демерных комплексов 2КР1-2КБ8 по сравнению с демерными комплексами 2КР3-2КБ8. Эти красители различаются мезозаместителем. В чем причина такого влияния мезозаместителей? Четвертое, в тройной системе, состоящей из фотосенсибилизатора 2КР3-акцептора и донора, автору удалось обнаружить увеличение выхода мономеров. Наблюдалось ли образование КР3-плюс без донора АК? Высказанные замечания и вопросы не подвергают сомнению корректность проведенных исследований и достоверность сделанных выводов. В целом, диссертационная работа Федотова выполнена на высоком экспериментальном уровне. По актуальности тематики, использованным подходом объема и значимости полученных результатов соответствуют требованиям, предъявляемой диссертации на соискание ученой степени, кандидат в химических наук по специальности 1.4.4 физической химии. Автор Федотова заслуживает присуждения в искомой степени. На автореферат имеется отзыв Кузьмина Владимира Александровича, доктор химических наук, заведующего лабораторией Института биохимической физики имени Эммануэля, Российской академии наук. Отзыв положительный, замечаний нет, у меня все отзывы и заключения. Так, хорошо, у нас очень много там вопросов. Давайте так, вы, те, которые по существу, где вопросы, там, конечно, надо ответить, да, мы вас слушаем. Во-первых, хотелось бы поблагодарить всех за внимательное прочтение моей работы и заосмотрение отзывов. Я постараюсь вкратце ответить на самые предыдущие. Во-первых, был ряд вопросов, касающихся литературного обзора. По поводу того, что у нас выточен по объему, я совершенно согласна. Хотелось наиболее полно отразить все темы, однако местами это действительно было и действительно выточено. Далее в обзоре литературы можно было бы привести большее количество химических форм, то есть я также согласна, однако это было к неоправданному увеличению от обзора. И в самом тексте содержится наименование всех используемых красителей в соответствии со стандартным обзором. Далее, согласно замечаниям о том, что в подписях открытые ссылки, конечно, нет отчет. Далее о том, что они нашли отражение работы, посвященной комплексам красителей с другими типами квитантов, поскольку сама работа, в работе используют только тексты Курпитрилл, то и в обзоре сфокусированным было бы внимание именно на данном типе квитантов. Вопрос касаемо того, что по цистрансравновесия в средах различной полярности, также я согласна с тем, что в предобзоре осталось бы посвятить это внимание и указать на то, что данные равновесия, на данные равновесия имеются вопрекции. Далее, несколько вопросов касалось методики измерения, и тонкости эксперимента. Например, вопрос, связанный с подготовкой раствора и процедурами проведения тетрования. Тетрование является стандартной процедурой, в литературе. Концентрация всех красителей Курпитрилла, которые использовались в разных методах экспериментов, в частности, для Курпитрилла 6,8, имеющих слабую растворимость в воде и процентрации, составляли 1,2,5 и 2,5,5 для 6,8 курпитрилла, соответственно. Вопрос касаемо выцветания красителей при воздействии лазерного излучения. В условиях эксперимента такое выцветание не имело места. То есть условия эксперимента подбирались не могли. Можно раздвигать лишнее выцветание красителей. Далее, вопрос касающийся генетилс-лифоксида. Объемная доля генетилс-лифоксида составляла до 0,5%, в том числе в воде. И в таком соотношении генетилс-лифоксида генетилс-лифоксида не влиял на обновесие энергии. Далее, много было вопросов касаемо рисунка 23 и подобного ему рисунка. Я совершенно согласна, что для того, чтобы определить точное положение полос мономерных и димерных, следовало бы произвести разложение на гауцевые контуры. Однако, целью конкретно в данном случае было показать именно наличие второй полосы воплощения димеров как результат давудовского расщепления, а не точное установление полос воплощения. Поэтому для данной цели простое вычитание оказалось нам достаточно. Далее, вопрос, почему мы использовали именно спектр метаноли. В метаноле, в принципе, нет димеров, поэтому его удобнее всего было бы вычитать. И перед вычитанием спектр был смещен для совмещения максимума поглощения мономерных. И в этом случае отрицательного максимума не наблюдалось. Также, что касается рисунка 29, почему здесь нет отрицательного максимума при вычитании, потому что перед вычитанием было произведено нормирование на мономерную полосу поглощения. в данные моменты комплексов я не указала в самой работе. Это потому что замечание согласно. Также был ряд вопросов, касающихся определения состава комплексов и определению константа, связанных комплексов. Целью работы для изучения фотоники комплексов, потому точные значения в самой работе по константам не были приведены. Для определения состава комплексов мы использовали спектральное инвесцентное измерение, которое было неполучено для монометинных просителей с фруктурилами. Это известная в литературе данные. И альтернативные методы определения геометрии комплексов не были использованы. В частности, для методов МР концентрации фруктурилов, как были, была, точнее, растворимость фруктурилов слишком мала. Далее вопрос о том, что для димерных комплексов племетинов и геоцианинов была получена термически активированная замедленная флуоресценция. Данное спускание было отнесено к замедленной флуоресценции, поскольку спектр, точнее, максимум в спектре данного спускания совпадал с максимумом обычной быстрой флуоресценции, но время жизни существенно превышало время жизни флуоресценции. Также скорость уменьшения интенсивности данного испускания описывалась с уравнением первого порядка, на основании чего оно было отнесено к замедленной флуоресценции, термически активированной, а не инвестиционной. Далее, одним из методов является мемосекундный лазерный флотолиз. Дело в том, что в нашей работе акцент был сделан на исследовании диффузионных процессов жидких следов, и продукты, получаемые в результате влучения, они имели время жизни десятки и сотни микросекунд. В таком ключе использование кем-то эпикосимутных лазеров не представлялось целесообразно. Тем не менее, используя данные лазеры в качестве источника, возможно, было бы получить новые данные по внутримолекулярному, внутрикомплексным процессам, происходящим в нашей системе. Далее, вопрос, касающийся коротковолнового поглощения на странице 68 и 72 диссертации. Коротковолновое поглощение для полиэтилит и просителей относится к димерам. В случае поглощения на странице 68 данное поглощение относится к димерам, построенным из транс-изомеров проситель 1. Тогда, как на странице 72 Данное подлощение относится к димерам, построенным из цис-мономеров красителя 3. Мы считаем, что димерный комплекс красителя 1 с 8-м факурилом составлен из транс-мономеров красителя, тогда как димерный комплекс красителя 3 с 8-м факурилом составлен из цис-мономеров. В литературе есть данные о том, что димеры из красителя 1 составлены из трансной меры, а димеры красителя 3 из цис. И нет основания читать, что при комплексе образования происходит изменение изомера от цис к транс и наоборот. Поскольку в принципе в димерах изомеризация не развода. Далее. Меньшая эффективность плотного окисления димерных комплексов красителя 1 с патурилом по сравнению с димерным комплексом красителя 3 с патурилом условно тем, что наличие мезозаместителя в полиметивной цепи влияет на электронную конфигурацию комплексов, что приводит к изменениям в редокс-потоциалов. Далее. В тройной системе, состоящей из фотосенсибилизатора димера, акцептора и донора электронов, обнаружили увеличение выхода мономеров красителя 3, как это показано на рисунке кривая 3. В отсутствии донора, но в присутствии только лишь акцептора удалось также обнаружить незначительное увеличение выхода мономеров, как показано на рисунке 2. Далее. Возникновение максимума в спектре замедленной флуоресценции при 660 нм на данном рисунке обусловлено возникновением сенсибилизированной замедленной флуоресценции акцептора энергии красителя 5. Возникновение данного испугания характерно для систем, где сенсибилизатором являются димерные комплексы красителей и акцептором являются красители красителей. Далее. Замечание о том, что было исследовано довольно много различных красителей различных природов, однако из анализа, видимо, недостаточно четко указало, как именно различия в спектуре влияют на исследуемые свойства. Так вот, при добавлении заместителя в полиметинную цепь смещается равновесие цистранции в воде, в частности, что влияет на комплекс образования. При увеличении длины полиметинной цепи с 3 до 5, красителей 4, происходит фотохромное смещение максимума в спектре поглощения. И также димерные комплексы, составленные на основе пентаметинцианинов, в отличие от димерных комплексов из 3 метинцианина, не проявляют флуоресценцию. Анионные красители, в отличие от катионных, более эффективно димеризуются в воде, однако с кокорбитурилами практически не взаимодействуют в воду электростатики. Далее показано, что для димеров и димерных комплексов имело место расщепление синглетно-возбужденного уровня, и для димеров и димерной формы пистцианинов также имеет место подобное расщепление, поскольку природа расщепления не зависит от типа димеров. Далее, на работе имеет место упоминание об изменении спектра предсветного поглощения без кислородных растворов в присутствии кислородов воздуха. При этом образование синглетно-возбужденного кислорода в данной работе не было обнаружено, тем не менее, из-за отсутствия аппаратуры, а именно инфракрасного фотоприема. Тем не менее, исходя из многочисленных данных по тушению димерных состояний кислородом, образование синглетно-возбужденного кислорода имеет место. Далее, на схеме рисунка 22 приведены мономеры димера и неного полиметина с двумя сульфогруппами, я здесь не сказала, с замечанием согласно. Далее, схема пояснения по рисунку 64. Как уже было сказано сегодня, мономеры полиметинов имеют низкий квантовый выход при приплетном состоянии, потому что для приплетного поглощения мономеров можно пренебречь. Тем не менее, мономеры просителей имеют способность к фотоэземеризации. Соответственно, кривая 1 на рисунке обусловлена выцветанием просителей в результате фотоэземеризации. Также, триплет димера не реагировал донором электронной аскорбиновой кислотой, как это видно из рисунка B. В отсутствии и присутствии донора аскорбиновой кислоты, кинетика дезинфицированной состоянии димеров не изменилась. Далее, пояснение к рисунку 24. Константы дебилизации находили по известному методу фотоэземеризации. Измерение оптической плотности проводили на дневном электричном мономерке. В работе было бы полезно более широко использовать сравнение с данными квантовых химических расчетов. С этим я совершенно согласна, такие работы в настоящее время планируются. Константы, описывающиеся в окопных спектральных генетических красителей на странице 89, известные из различных монографий, в частности, например, в книге, которая представлена на слайде. Система, в которой краситель 8 находится в виде димера, а краситель 5 в виде мономера, использовалась для изучения трепетного переноса энергии с димера на мономер. Краситель 8 в воде присутствует в виде димеров, его спектр представлен на слайде. Краситель 5 в виде мономера, его спектр также представлен. И также на слайде представлен спектр смеси, который мы исследуем. Низкая фотоустойчивость комплекса красителя 79% карбонной кислоты заключается в том, что при облучении лазером драматически падает оптическая плотность максимума воплощения данного комплекса. Далее ряд вопросов касался заключения, а именно мне указало, что на основании димерных комплексов возможно создание предуправляемых мультиарных машин. Однако на данный момент функционал таких машин на основе исследовательных систем, к сожалению, в нее будет заметно уступать в существующем в силу своей жертвы. Тем не менее, такие свойства систем, как увеличение выхода в предупредительное состояние, также замедленная коэффициентация, делает системы перспективными в других областях. И также имели место замечания по поводу ошибок, опечаток, неудачных выражений и неудачному способу представления результатов. С ними я в целом... Хорошо. Ну, считаю, что полнота ответов есть, да? И замечание. Тем больше, что все отзывы неположительные, да. Да, сейчас Александр Константинович. Александр Константинович, вы с нами? Да, Александр Константинович. Слово руководителю. Александр Константинович, включите микрофон у себя в левом нижнем углу. Сейчас есть? Нормально? Вот теперь у вас опять слышно. Простите, да. В материалах, представленных к защите, имеется мой отзыв, как научного руководителя. Тем не менее, я хочу сделать добавление касательно Татьяны Владимировны, как исследователя. Татьяна Владимировна закончила, как мы уже знаем, в аспирантуру МФТИ и пришла в Центр фотохимии, в нашу лабораторию. Знания, полученные в МФТИ, она расширила и углубила, выполнив бакалаврскую и магистерскую диссертации по темам, близким к теме кандидатской диссертации. Она владела методом спектометрии и реминесценции и основным методом наносекундного флеш-фатолиза, лазерного фатолиза. Теоретические знания были дополнены знаниями, полученные по молекулярной фотонике. Работа над кандидатской диссертацией потребовала от нее проведения анализа литературы и ее критического осмысления, что позволило Татьяне Владимировне сформулировать цели и задачи работы и установить место собственных исследований в проблеме. При выполнении экспериментальной части Татьяна Владимировна проявила себя как инициативный и вдумчивый исследователь, критически подойдя к полученным результатам. Хочу отметить, что при обсуждении результатов Татьяна Владимировна всегда высказывала свою точку зрения. В целом Татьяна Владимировна проявила себя как сложившийся молодой ученый, способный ставить и решать задачи молекулярной фотоники. Существенно, то, что у Татьяны Владимировны сложились хорошие деловые отношения с коллективом Центра фотохимии, коллективом лаборатории, что характеризует Татьяна Владимировна как добропорядочный и отзывчивый человек. В лице Татьяны Владимировны Федотовой Центр фотохимии получил высоко квалифицированного молодого ученого. Это мой замечательный. Мой отзыв. Хорошо. Слышно? Слышно было? Нормально, да. Спасибо, Александр Константинович. Область. Так, ну что, теперь дискуссия, да, значит, давайте мы про таковы должны поговорить. Ну, я буду краток, в общем-то. Мы увидели сегодня, что работа вызвала живой интерес, много вопросов, и это позволило Татьяне Владимировне продемонстрировать свои хорошие качества как ученого. Она очень уверенно отвечала, не терялась, в общем-то. Ответы ее были разумные, и я думаю, что, поскольку мы все-таки научно-квалификационную работу сегодня принимаем, да, то, конечно, она полностью соответствует званию кандидата наук, и я буду голосовать за, и призываю тоже голосовать за коллег. Ну, в общем, в принципе, не обязательно все. Есть еще какие-то замечания? Кто-то хотел бы выступить в дискуссии еще? Александр Сергеевич, у вас нет вопросов? Нет, у вас нет вопросов. Александр Лаверсайдович? Ну, я поддерживаю, безусловно, предложение, значит, и буду голосовать за присуждение ученой степени. В работе остается, конечно, много вопросов, но многое сделано, и диссертант уверенно владеет материалом, поэтому у меня нет сомнений. Я хотел бы просто формально обратить внимание Юрия Матвеевича на одну вещь. Значит, там было неправильно озвучено мое место работы, чтобы это не попало в какие-то документы. Я профессор МГУ, а не физтехни. Спасибо, исправил. Я тоже удивился, когда вы слышали, думал, что вы уже и тут работаете. Значит, вам пора к нам переходить в МФТР. Хорошо, но я поддерживаю. По совместительству. Поддерживаю. Вадим, что заинтересовало. Так, хорошо. Ну что, тогда мы обменялись, да? Вот, я слышал, все отзывы положили. Так, теперь заключительное... Нет, заключительное слово, да. Если у вас есть, конечно, да. Так, конечно, я хотела бы поблагодарить, во-первых, своего научного руководителя Юрия Матвеевича и также Галину Валентиновича за то, что, за неоценимую поддержку и помощь на протяжении всей моей, можно сказать, научной жизни. Большое вот это спасибо. Также хочу сказать славу о благодатности коллегам из моей лаборатории и также коллегам из центра, которые проявляли это также в интересной работе, с которыми можно было эту работу обсудить. Здесь получалось много полезных слов и дискуссий на научных семинарах. Также хотелось бы поблагодарить Ницкого филографии «Катроника» и Российский научный фонд за финансовую поддержку. Кроме того, большое спасибо всем членам из центра «Катроника» за внимательное отношение к работе, за направление учебного филографии и совершенно любилых учений. Также поблагодарить специалистов, которые рассматривают работу, те, кто был главным учебным филографией и, конечно, ведущие архитекты, в том числе за возможности здесь. Большое спасибо всем. Спасибо. Спасибо, да. Вы не поблагодарили еще председателя, потому что я-то вас знаю еще со студенческих, со скамьей, с вами работала и лекции вам читала. Так что это тоже как-то, наверное, повлияло на то, что вот так сегодня пошел. Ну ладно, начинал. Есть предложение выбрать счетную комиссию Козюхина Сергея Александровича, Разумова Владимира Федоровича и Федорова Юрия Гиптовича. Других вариантов. Давайте проголосовать. А как будем голосовать? Руками. А за комиссию? За комиссию. Ну да, за комиссию-то ладно. Так, проголосовать будем, сейчас объясню. Опять этот самый? Юль Ту. А, я вам, да. Ну тут несколько раз я попадал. Так, Татьяна. В электронном виде проголосовать. Так, Сергей Александрович. Да, на вас. Счетная комиссия завершила свою работу. Значит, было роздано... Общее количество бюллетеней у нас было 6. Роздано 5, в том числе бюллетеней удаленного участника заседания 2. Не роздано 1. Значит, результаты голосования членов диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени. За 5, против 0, воздержался 0, недействительных бюллетеней 0. Поздравляем с присвоением ученой степени кандидата химических наук МФТИН. На процедуру на протоколах. Да, давайте мы утвердим, кто за. Все за. Ну еще раз поздравляем тогда. Спасибо. Так, и теперь у нас остался еще вопрос по заключению. Проект заключения всем был роздан. Замечания есть по протоколам? Есть предложение за основу... Ну я думаю, надо взять за основу, конечно. Замечания ученому секретарю присылать, и мы с Вадим Федоровичем... Подпишем его. Да, аргументарм. Ну не знаю, я прочитал, я вообще-то не нашел. Ну аргументарм. Тогда Вадим Федорович расписывается, и я его... Не знаю. Так, надо заключение тоже... Один нам подписываем. Ну давайте два наступить. Хорошо. Так, заключение тоже принять. Принять заключение. Кто за? Кто за? Да, кто за? Против нету, сдержавшийся нету. Спасибо. Принят одиноклад. На этом вся процедура защиты закончена. Спасибо вам. Спасибо. Все еще раз поздравляю. 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 Поздравляю.